Всем привет, мои дорогие! Я очень рада вас видеть на своем канале, и вы даже себе не представляете, как мне приятно видеть обратную связь. Когда я вижу ваши лайки, когда я вижу ваши комментарии, пальчики вверх, я понимаю, что я делаю полезное дело, и то, что это все не впустую. Поэтому, если вам не составит труда, продолжайте, не останавливайтесь. Итак, как вы уже догадались по названию, речь пойдет о моих бьюти-правилах. И почему я решила записать это видео? Дело в том, что в последнее время я все чаще и чаще в своем инстаграме, в директе, под фотографиями, в комментариях, также на ютуб-канале, в комментариях, под роликами стала получать такие сообщения, как Мира, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь со своей кожей, она у тебя стала гораздо лучше, либо же поделись, пожалуйста, своими секретами, как ты держишь себя в форме, почему ты не поправляешься. И так далее. Я поняла, что... Нет, мне не сложно, конечно, отвечать на эти вопросы, но все же правильнее записать для вас был вот этот ролик, где будут все ответы на ваши вопросы. Итак, если вы меня смотрите на протяжении долгого времени, то вы знаете, что я человек правила. То есть, да, действительно, у меня есть очень много, как мне кажется, именно полезных привычек, которые сформировали меня, которые сделали меня более продуктивной, успешной, счастливой и так далее. Это все не так, что вот мне повезло или я там родилась под какой-то счастливой звездой. Нет, все это... Точнее, над всем этим я сама работала. То есть, я понимала свои слабые стороны, над чем мне нужно работать, и я двигалась в направлении улучшения всего этого. Прежде чем приступить к правилам, я хотела бы сразу сказать, что это мои бьюти-правила. Я никому ничего не навязываю, и благодаря этим правилам я выгляжу так, как я выгляжу. И мне, честно могу сказать, нравится отражение в зеркале. Итак, давайте начнем. Самое первое это лимонный детокс, который помогает нормализовать пищеварительную систему, и который убирает из нашего организма все ненужные шлаки. Мое утро начинается с 6, и так я пробуждаюсь с понедельника по пятницу, субботу, воскресенье. Я встаю 8 в 9, самое максимальное это 10 часов. И если, ну точнее, я так сказала, самое максимальное добывать, когда я просыпаюсь, позднее 10, но тогда я себя чувствую крайне плохо. Поэтому я все-таки стараюсь пробуждаться до этого времени. После пробуждения я выпиваю стакан воды, и только в последнее время я пришла к тому, что мне гораздо проще и лучше добавлять в эту воду несколько ложечек лимонного сока. Я сейчас говорю именно о чайных ложках, потому что до этого, когда я пила чистую воду, я ловила себя на мысль, что мне прям сложно ее пить, и бывало ли дни, когда я это делала через силу. Поэтому, точнее не поэтому, а с лимоном мне гораздо проще. Вот. Что я заметила? Я заметила то, что кожа стала лучше. Это первое, на что я обратила внимание. Но я заметила не сразу. Я заметила, наверное, недели через три. Ну, в общем, да, месяц прошел. Не ждите результатов сразу. Вот вы проснулись, выпили стакан воды, и через пару часов у вас замечательная, классная, сияющая кожа. Нет, такого не будет. Здесь самое главное – это постоянство. Я тут буду подглядывать, потому что выписывала все в заметке, чтобы не забыть. Итак, по поводу еды, по поводу завтрака. Также пять раз в неделю на завтрак я ем исключительно овсяную кашу с ложечкой меда. Папочка, спасибо тебе с твоим горным, вкусным, классным медом. И я режу половинку банана. Это мой завтрак. С понедельника по пятницу. Только лишь в выходные я могу себе позволить, не позволить, а делаю, могу себе сделать яичницу, сырнички и так далее. То есть одно время, например, я часто на завтрак ела сырники, но я поняла, что каждый день ест сырники, как я это делала раньше. Это неправильно. А выделить, например, два раза в неделю для них, почему бы и нет. Следующий пункт – это авокадо. Источник жирных, ненасыщенных кислот. Про все микро-макроэлементы я не буду говорить. Про полезные свойства я также не буду говорить, потому что все это есть в интернете, на просторах интернета. Пожалуйста, в Вилле посмотрели. Я сегодня не этим занимаюсь. Могу сказать, что я вижу. После авокадо, во-первых, я заметила то, что всегда, когда я стала съедать авокадо, мой стул нормализовался. То есть нормально, когда человек ходит два раза в день по-большому в туалет. Но я думаю, что вы должны нормально воспринимать эту информацию, мы самые взрослые люди. Так вот, у меня было, например, до этого, что я ходила один раз. Были дни, когда, например, вообще ничего не было. И это, конечно же, ненормально. С авокадо такого нет. Я скажу больше. Моего молодого человека был достаточно долгий прием антибиотиков. И ему сразу врачи сказали то, что да, мы тебе сейчас назначим прибиотики дополнительные, но имей в виду, что будут проблемы со стулом. Нет, у него тоже ничего не было, потому что мы съедали стабильно по одному авокадо. Кстати, тогда он ел два авокадо в день, когда принимал антибиотики. И все идеально. Ну и плюс он также заметил положительные изменения. И это по коже можно судить, и по волосам, по ногтям. Авокадо это идеальный продукт. Затем, что я тут выписала. Следующее мое бьюти-правило, это я полностью отказалась от газировок. Я не пью напитки с высоким задержанием сахара. И даже если, предположим, я пришла на мероприятие, где стоят только такие напитки, то я лучше вообще ничего не буду пить. И даже если при этом я буду понимать, что я очень-очень сильно хочу пить. Потому что кроме вреда в этом так называемом напитке ничего не будет. Пользы для нашего организма вы точно никакую не получите. Плюс я в последнее время пришла к тому, что мне нужно минимизировать употребление быстрых углеводов. В зимнее время я достаточно активно на них налегала. И я сразу отметила то, что моя кожа стала ухудшаться. Нет, у меня не стали появляться высыпания, прыщи. Нет. Но в целом состояние, цвет кожи, он стал ухудшаться. Вот, пожалуйста, кто бы что ни говорил, но все-таки быстрые углеводы это не есть хорошо. Я не говорю, что я хочу от них отказаться. Нет. Я говорю именно о том, что я собираюсь именно минимизировать. Также по поводу молочных продуктов были вопросы. Мое бьюти правило, то, к чему я пришла. И я к этому шла не один год. Я исключила полностью молоко из своего рациона. И я думаю, что вы слышали, что молоко вызывает акне. И впервые об этом заговорил доктор Лим Пан, если я не ошибаюсь, его фамилия американские. Как раз-таки это было пару лет назад. Акне появляется из-за гормонального дисбаланса, а этому врачу удалось доказать, что в молоке и его производных всегда присутствует около 60 видов гормонов. Даже если корова питалась экологически чистой травкой, все равно в молоке будут присутствовать гормоны. Соответственно, я его исключила. Да. И, кстати, я исключила курицу. Я не ем курицу. Потому что в ней также присутствуют гормоны. Вот. Стоит мне выпить, например, стакан молока, у меня появится прищ. Стоит мне поесть курицу, у меня появится прищ. И это прямая закономерность. Стоило мне исключить все это. И вуаля. Все идеально. Итак, следующее. Я выписала для себя. Это то, что я специально выписала. Я обожаю злаковые крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб. И у меня всегда есть овощи и фрукты. Да. Я... Дело в том, что, как мне кажется, помешана на правильном питании. Но в хорошем смысле. То есть я не фанат правильного питания. Но я получаю удовольствие, когда я правильно питаюсь. Мне нравится правильное питание. Потому что я вижу результат. То же самое, как вот с спортом. То есть до тех пор, пока мы не увидим результат, нам все это не нравится. Но когда мы начинаем видеть, как наше тело начинает вычерчиваться, когда оно начинает приобретать красивые очертания формы, то, конечно же, мы начинаем любить то, чем мы занимаемся. Потому что благодаря этому мы имеем то, что мы имеем. То есть красивое тело. Я никогда не откажусь от хлеба. Кто бы мне что ни говорил. Но хлеб это очень-очень полезная штука. С огромным содержанием витаминов группы B. B6, B12. Вы знаете, что эти витамины, они очень хорошо влияют на наши ногти и на наши волосы. Я могу сказать так, что я не ем каждый день хлеб. Но если, например, речь идет о первом, то я первая всегда ем с хлебом. Ну и также есть ряд определенных блюд, которые я всегда употребляю с хлебом. Но именно цельнозерновой. Бобовые и злаковые крупы, как я уже сказала, это обязательно. По поводу фруктов и овощей. С моим переездом в Москву все, конечно же, стало гораздо-гораздо плачевнее. Потому что здесь найти хорошие овощи сложно. Это возможно, но это сложно. Во-первых, они будут стоить баснословных денег. Азербайджан, Дагестан это 600, 700, 800 рублей килограмм. Я сейчас говорю про помидоры. Во вкусвилле можно найти там за 380. Сейчас цены, кстати, выросли. Но мы, например, ездим на Даниловский рынок и там берем. А огурцы такая же цена. То есть очень дорого. Да, можно найти места, где можно и за 300, за 400 купить. Но надо прям постараться. Но при этом, да, они у меня есть всегда в холодильнике. Но я скажу так, что те огурцы и те помидоры, которые я ем в Ростове, вот я от них вижу пользу. От этих, ну не могу сказать. Из фруктов. Ну, у меня всегда есть апельсины. Стабильные яблоки. Причем яблоки это только семеринка. Все остальное я не покупаю. Особенно вот эти вот красивые яблоки один в один. Мне кажется то, что вот там кроме вреда вообще нет ничего. Да, я конечно позволяю, например, себе иногда малинку, голубику. Но, как говорится, на свой страх и риск. Я не знаю, через что все это было, через что все эти вкусняшки прошли в плане обработки. Но иногда, да, позволяю себе это. Хотя понимаю, что лучше бабушкиного огорода со всем этим не придумали еще никто. Ничего. Также у меня всегда есть ананасы, помелла, яблоки, гранаты, грейпфрут. То есть, если даже что-то у меня заканчивается, я тут же иду в магазин и все это покупаю. Потому что я люблю все это кушать. И иногда я понимаю, что вот, ну нехватка. Особенно в Москве я столкнулась с тем, что мне не хватает всех этих фруктов. Обожаю очень, кстати, манго. И да, я совсем забыла сказать. Раз в неделю всегда мы ездим на Даниловский рынок и покупаем свежевыжатый гранатовый сок. Но это в частности для меня, потому что у меня пониженный гемоглобин и гранатовый сок мне показан. Затем, я полностью отказалась от свинины. Вообще ее не кушаю ни в каком виде. И я ее заменила на баранину, говядину. Очень люблю баранину. Вот если говорить о моем самом любимом мясе, то это баранина. Кто бы мог подумать. Года два назад я, если бы вот я услышала сейчас себя, я бы сказала, что. Потому что я ненавидела баранину. Я вообще не знала, как ее можно кушать с этим запахом. Но сейчас, мне кажется, что это самое вкусное мясо, которое только может быть. Ну и, конечно, его нужно правильно уметь приготовить. Кстати, очень вкусно готовят в Москве в ресторане Высота. Вот мы часто очень туда ездим. И она там потрясающая. Следующее мое бьюти-правило, к которому я пришла после того, как именно начала прислушиваться к своему организму. Это большое употребление рыбы. Да, именно большое употребление. Одно время я ела рыбу каждый день. Причем я ее ела и на обед, и на ужин. Я ловилась себе на мысли, что у меня скоро, наверное, жабры выросли. Что я заметила? Во-первых, давайте я немножко расскажу о рыбе. Я думаю, что вы знаете, что она богата омегой-3. А омега-3, она очень хорошо подавляет воспалительные процессы в организме. И плюс, ко всему прочему, нормализовывает гормональный баланс. А это очень важно. То есть, если у вас есть дисбаланс именно гормональный в организме, то вам потребление рыбы просто-напросто показано. Ну и плюс рыбка, конечно же, насыщает организм полезными жирами. А это тоже очень важно. У меня не очень хорошее зрение. Когда я употребляю большое количество рыбы, я замечаю то, что оно становится лучше. Следующий момент, это я отказалась от кофе. Да. От капучино, латы, неважно. Американо, вот вообще неважно. Капучино с кокосовым молоком, соевым молоком, вообще все равно. Я не пью кофе. Мне нравится кофе. Мне нравится аромат кофе. Мне безумно нравится этот напиток. Но я стала замечать то, что, во-первых, у меня учащается сердцебиение. Я долго не могу заснуть. Даже если я, например, чашку кофе выпила в дневное время. То есть, я все равно стала себе ловить на мысль то, что прошло достаточно много времени, а я все не могу уснуть. И я просто-напросто отказалась от кофе. Также я сократила употребление черного чая. Но у меня всегда есть зеленый чай. Зеленый чай я обожаю. И я думаю, что вы знаете, например, что у жительниц Японии, где царит настоящий пульт чая, морщины появляются лишь в преклонном возрасте. А мне кажется, что это о многом говорит. Поэтому я бы могла рекомендовать вам употреблять как можно больше зеленого чая. Понятное дело, нужно пить чистую воду. Я об этом сейчас не говорю. Но вот в дополнении зеленый чай идеально. А по поводу спорта. И здесь мы очень с вами быстро поговорим, потому что у меня все очень просто. Я делаю зарядку ровно 5 минут по утрам. И я ее делаю тогда, когда чищу зубы. Я себя ловлю на мысли, что мне почему-то в последнее время именно в ванной ее делать нравится. Ну и потом я так не теряю время свободное. Потому что потом мне нужно идти делать завтрак. И я хочу, чтобы это все было максимально-максимально быстро. Но в любом случае я хорошенько разминаю ручки, туловище, шею, ноги. Легкая зарядка. Но я считаю, что мне ее вполне на сегодняшний день достаточно. Если говорите об упражнениях. Что я делаю? Я делаю приседания утром и вечером по 30 раз. И делаю по 2-3 подхода в зависимости от своего самочувствия. И что я делаю всегда? Это хожу на эллипсе. Ну да, я тоже так сказала всегда. В последний раз ходила полтора месяца, когда была дома у родителей. Когда я дома у родителей, я хожу на эллипсе каждый день. И в день я прохожу 10 километров. И эллипс творит чудеса. Сейчас я планирую приехать в Ростов, позаниматься там. И заказать доставку в Москву. И чтобы у меня уже наконец-таки в Москве был эллипс. Потому что я безумно по нему скучаю. Что такое эллипс, вы можете посмотреть в интернете. Единственное, что я могу сказать. Он работает, точнее работает на все ваши группы мышц. Не на все, а на почти что все. Единственное, с которыми он не работает. Это по-моему нижняя часть пресса или верхняя. И я всегда забываю про это. Но в любом случае это чудо вещь. Улучшается метаболизм. Однозначно. Потому что вы двигаетесь. А движение это жизнь. Я не знаю. Кровообращение. Вот все. Одни плюсы. Одни плюсы. Подтягивается попа. Улучшается рельеф кожи. Понятное дело, если вы купили эллипс. И будете в день максимум ходить на нем 5-10 минут. То ничего вы не заметите. Никаких результатов. Даже элементарно для поддержания мышц в тонусе нужно проходить минимум минут 30. Каждый день. И если вы это будете делать, то вы заметите потрясающие результаты. Мне очень нравится, когда я хожу на эллипсе. И мне нравится мое самочувствие. И я также понимаю, что я могу себе позволить что-то лишнее. Потому что на эллипсе я все это сожгу. Даже если не на эллипсе, то вы знаете, да, активное жиросжигание идет после усиленных тренировок. То есть я походила, я могла потом, еще не могла, а могу потом через какой-то промежуток времени, например, заснуть. И в это время у меня идет как раз таки максимальное жиросжигание. Поэтому, что, я могу вам его порекомендовать. И лучшей вещи я не встречала. Так, отказ от кофе сказала, зеленый чай сказала, спорт сказала, осталась красота, уход за лицом и уход за кожей тела. Окей. Итак, давайте начнем с уходом за кожей лица. Но здесь я хотела бы добавить, обязательно это не забываем область декольте, не забываем про наши локти и не забываем про руки. Это то, что выдает наш возраст. Обязательно это хорошенько, эти области увлажняем. Даже если нам кажется, что все идеально, это, поверьте, пока что идеально. Что я могу сказать? Ну, во-первых, я фанат самое что ни на есть ухода за собой. За своим телом, за своим лицом. Вот самое что ни на есть, прям фанатик. Я могу устроить себе целый день для, подочнее, не для, а посвятить вот этот день себе. И это будет, вы знаете, одна маска за другой, обвертывание, скрабы и так далее. И причем я получаю такое от этого удовольствие. Даже если я положу чайный пакетик на вот свои глазки, поверьте, я уже буду кайфовать. То есть я вот до такой степени, наверное, тю-тю, ненормальная девочка. Но я безумно люблю все это. Мне это доставляет такое удовольствие, что поэтому, наверное, с таким упоением я об этом говорю. Итак, не забываем про домакияж. То есть это нужно хорошенько очистить свою кожу. Вот я не представляю, в каком бы состоянии была, я всегда лягу с хорошо очищенной кожей. Даже нет, без крема я даже не лягу. То есть если я не носу крем, это буду не я. То есть все, это не я. Меня потеряли. Да, вот я такая странная. Итак, демакияж, тонизация, сыворотки. Причем сыворотки должны быть разные. Желательно, например, иметь у себя хотя бы две сыворотки. Затем это эмульсия и крем. Вот, вот, вот. Пять обязательных моментов, которые у меня всегда присутствуют. Уход за кожей будет отдельное видео. Потрясающее будет видео. Я прям уже, у меня ручки чешутся его снять. Но я думаю, что оно выйдет неранче, чем через две недели. Потому что я улетаю в Ростов, и там я не пулся его снять. Вот. Ну вот не успела я. Поэтому я вот так быстренько пробегаю эти пункты, потому что там будет все детально, конкретно. И единственное, что я могу также порекомендовать, это иметь у себя термальную воду. Кстати, у меня сейчас водичка от Кадалии виноградная, и она гораздо лучше термальной воды. Вот, гораздо лучше. Виноградная вода. Класс. Ну потому что от нее, потому что от нее я хотя бы чувствую увлажнение. От обычной термальной воды я ничего не чувствую. Ну да, на меня распылили эту водичку, она быстренько впиталась, и вы все. А от виноградной воды я хотя бы чувствую немножечко увлажнение. Ну тоже здесь такая приморочка. Немножечко. Так, по поводу ухода за своим телом. Ну здесь все то же самое. Я люблю еще в дополнении ходить на всевозможные процедуры. То есть это могут быть массажи, это могут быть Airslick тот же самый, который часто рекламируют блогеры, и это правда классная вещь. LPG, например, мне не нравится. Airslick мне нравится больше. Вот, но это вот прям из моего, из моих фаворитов, из моего любимого. В завершение я хотела бы сказать, что для красоты кожи куда важнее состояние влюбленности и счастья. Поэтому я вам всем желаю этого. Будьте обязательно счастливыми. Ну и что могу сказать? Это мои бьюти-правила, которым я следую, которые я очень люблю, ценю. И я правда считаю, что они творят чудеса. И если они створили чудо со мной, то они створят чудо и с вами. Вот, да, такое слово новое. Сделают. В любом случае, спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Оставляйте свои комментарии, свои лайки, пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Вот, ну и я буду с вами прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok